Нет, дружок, ты не здесь находишься, не просто на стуле, не просто на кресле. Ты находишься в доме, дом находится на земле. Его построили, его создали, да и до этого тоже там строили. И вот сейчас земля вращается, между прочим. Но за 5 километров, там 5000 метров, исчезает атмосфера, и дальше начинается другое. Дальше начинается безбрежный, бесконечный космос, где существуют десятки, сотни, тысяч планет, Солнца, миллиарды, бесчисленные количества. И ты не знаешь, откуда это началось, и почему это все происходит, и как это движется, и что это вообще такое. Ты не знаешь другого еще, очень многого. Ты не знаешь, как устроена жизнь. Почему ты живой, почему ты двигаешься, говоришь, что это чудо для тебя должно быть. Кто тебе поставил, сделал, построил, почему это все происходит? Зачем ты живешь, для чего, где смысл? Это как неприятно, если ты осознаешь, что ты для вообще никто. Ух ты. Любой таракан весит столько же, сколько ты. Любая ковяка, которая ползает, даже паук какой-нибудь, понимаешь, он ровно столько же для природы значит, как ты. Никакой большей ценности ты не имеешь перед Богом, если его принимать внимание, что он есть. Вот, допустим, это первое, что тебе придется понять. Тебе придется избавиться от этого самозазнатства, что мы люди, что мы развиваемся, что мы цивилизация и т.д. и т.п. Тебе придется избавиться от того, что он любит Господь, Бог, что, блядь, вообще он рядом с тобой не стоял, никогда не было и не слышно, понимаешь? И тебе придется от этого избавиться. Тебе придется осознать, что ты просто кусок мяса, и ты мало что знаешь, и ты практически еще и не живешь, потому что не понимаешь до конца происходящего, не понимаешь до конца. И вот когда ты это поймешь, и ты поймешь, что ты, в общем-то, кто-то такой вообще, блядь, ты ничего не стоишь, твоя стоимость равна нулю. Тебе разве будет приятно? И где ты будешь искать такого человека, который будет? Захочет это же понять! Никто не захочет понять такие вещи. Один верит в Бога, другой верит, так сказать, в то, что он большой человек. Третий гордится своими достижениями в жизни. Четвертый еще чего-то там, правительство там, то все, пятое, десятое. Но ты понимаешь, дело в том, что эти люди умирают и стареют, их больше нет. Все их достижения, это, конечно, хорошо. И еще дело в том, что они получают удовольствие от этого. Механизм удовольствия у них включен. Вот именно на эти действия. А вот тебя куда он переключится? Механизм удовольствия? На познание? Да, я могу сказать. Ага, видишь? И где ты будешь искать такого же человека, который попытается понять все-таки, что происходит, с которым ты думаешь, это было раньше? Поэтому нужно попытаться делиться, нужно делиться знаниями, для того, чтобы со временем все были тоже такими же, как я, умными. Да, такие умные и такие понимающие, что они ничего не значат. Ни в природе, ни в жизни, ни для близких, ни для людей. Отстать придется все, понимаешь? Кровные связи, родственные связи, дружбу, любовь. Все разбирается на составные части, все отрицается. В конечном итоге остается ничего тебе, понимаешь? Разум. Остается тебе ничего. Ты начинаешь понимать, что это все переходящие ценности, что ты просто взрываешь сущность. Себя поймешь, людей поймешь. Вот, кто от чего торчит. Но так это не конец, это же только отправная точка, только основная. Отправная точка, она может привести ни к чему. В религии сказано. Ты можешь вознестись, но если все это узнаешь и будешь к этому стремиться, то приблизительно к Богу, короче, улетишь. Вот. А хуя! Может быть, ты никуда не улетишь. Просто ты поймешь бессмысленность, где ты находишься, что происходит. Вот. И ты никуда не улетишь. Ну, ты, может быть, станешь этим нищим, убогим или какого-то, там, блаженным. Вот. Но это все религия. Она все это обобщила, все это написали, закодировали, написали. Вот. Понимаешь? Но результат-то каков? Результат такой, что можно прожить жизнь плохо, а можно хорошо. И ты никуда от этого не денешься. С твоей же точки зрения, с моей же точки зрения, если мы придем к этому, то мы должны жить, получая удовольствие. Но он получает удовольствие богач, вот, который живет хороших девочек и так далее, живет хорошо, шуток кушает. То есть получает удовольствие. А у Бога, который обладает знаниями, он его не получает. Таким образом, оба мы умираем, ты никуда не возьмешь, если я никуда не возношусь, то что сдохнет. Богач сдохнет. Система о чем говорит? Он говорит, что мы должны получить удовольствие от этой жизни. А знания, они побочные, они ведут к безнадежности, ну и к самовыству.